Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Супер Пупер Мега Агент Максимадзе И сегодня мы будем играть в проклятые очки Сегодня будем играть в игрушку Бункер 3D Которая как раз таки вот к этому дню и подходит Игра вышла на вот, выходила на вот таких вот телефонах Стареньких, кнопочных Которые сейчас даже можно найти В магазинах Но они уже, и они почти никому уже не нужны, к сожалению Только старикам всяким И мне Коллекцию Вышла игра в 2007-м и как раз таки она вот От русских разработчиков, ну или украинских Игрушка про нас Про нашу страну, про нашу войну Короче, вступление давайте посмотрим Санка Ц3-го рейха 1 из 100 Между жизнью и смертью До последней капли крови Борется, я так понимаю, да? Ну и склад Первый уровень Э, ты куда? Бесит этот архив Просто бесит мне вообще Так, вот на новом паде буду играть Управляется это либо клавишами с цифрами Либо джойстиком Ну или на вике В зависимости от того, какой телефон Короче, просто бегаем и убиваем фашистов Тут Разрешение у игры, конечно, очень маленькое Ну, потому что телефоны такие были Игрушка Wolfenstein 3D, кстати, напоминает По графончику Но это именно первая часть У этой игры три части Первая называется Бункер 3D Вторая Лаборатория 3D Третья крепость 3D Которую еще Castle 3D называют Мы их все с вами пройдем Я думаю Но не сегодня Сегодня только эту Вообще, я сегодня в честь 9 мая Хотел В Counter-Strike вместе с Лехой Из канала Чеха что-то врачу записать Но он как всегда задерживается где-то там Опаздывает Не успевает приехать домой Все Короче, просто бегаем по уровням Ну как бегаем, ходим Тайные комнаты есть Еще Всякие Где можно Найти патроны Или здоровье Которые очень нам нужны Для прохождения Всего в игре есть Три пушки Три вида оружия Самый простой Это пистолет Два пистолета Они Наносят меньше урона Чем другие оружия Но зато стреляет Дальше Чем другие оружия Среднее стреляет мощнее Но надо подойти поближе к врагу Третье Самое мощное оружие Но Им можно пользоваться только Если близко к врагу стоишь Довольно рискованное оружие Так Казарма Следующий уровень Называется Кстати Версии игры 1.0 Вот это Есть еще версия 2.0 Но версия 2.0 Требует Платную Активацию Там Как бы Демо версии есть Бесплатная Два Первых два уровня За следующий Надо заплатить Она может быть Она может стоить 60 рублей 50 Может даже 200 Стоить Версия 2.0 Вышла в 2009 Году Тут дверь Которая правда Не открывается Почему-то до конца Мы туда не войдем Вот может кто-то Скажет Что графика Тут полностью Прям как Вольфенштейн 3D Но На самом деле Это не совсем так Потому что Вольфенштейн 3D Во-первых Объекты Которые Ниже уровня Потолка Вот Например Вот этот блок На который мы сейчас Смотрим Кровати Там еще В начале этого уровня Были И вот И шкафы И вот эти Вот Если вспомнить Вольфенштейне То там Все Эти объекты Были Спрайтовые И просто К нам Были повернуты Одной стороной То есть Куда бы мы Не посмотрим Он всегда будет С одной стороной Выглядеть Как туалет Тут Таких объектов Тоже полно Охранники Тоже Вот и Ну фашисты Точнее Версия 2.0 Чем отличается От 1.0 Тем что Ну активация Понятное дело Так же тем что Это врачи Я так понимаю Они нам вреда Не принесут Но Чтобы Но их придется убить Потому что Они не дают нам пройти Я в основном Пистолетиками Наверное Буду пользоваться Так же Помимо активации Она еще отличается За более улучшенным Движком Другие текстуры Пистолета Другие текстуры Оружия И рук Точнее Переключаем Оружие Но О Это самое мощное Оружие Но Не очень хорошо Правда Стреляет Офицерское Вот этого уровня Следующего Его уже нет Бесплатной версии Версии 2.0 Которая С него уже платить надо Версия 1.0 Версия 1.0 Доступны все уровни Улучшенная Также текстура Этих фашистов Еще когда идешь Камера покачивается Камера покачивается Не только руки Но и камера Тоже немного покачивается Что более реалистично И еще Это самое Отличается тем Что два новых уровня Есть Которых не было Версии 1.0 И к сожалению Эти два уровня Мы не увидим Потому что Мы играем версию 1.0 Это что Гитлер какой-то Был Ну Хотя не На Гитлера Это не похож Тут реально Лабиринты Всякие Есть Пол На одном и том же уровне Правда Всегда И потолок Текстуры Не имеет Как видите Но графика Тут все равно Получше Чем Wolfenstein 3D И разрешение Даже повыше Уйди с дороги Так вот За той дверью Будет фашист Я прямо Это помню Оу Оу Нафиг 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 На получай Наверное Надо Запустить Серию игр По Столовая Следующий уровень Называется По Ява Играм Потому что Ява игры Тоже прикольные Некоторые Даже прикольнее Чем на ПК Куча всяких Игрушек Интересных Которые Реально Интересно Поиграть Может у кого-то Даже Ностальгия Будет За какого-то Солдата Короче Русского Мы играем И убиваем Немецких Фашистов В бункер К ним Тут пробрались Тут реально Комната Интересна Вот Стол С едой Вау 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 Ка нафиг У нас здоровья уже мало 28 хп А блин Уже 24 Может за той дверью что-то есть Ностальгия Нафиг Вот эти вот аптечки нам очень нужны Вау Ноу вот я вам показывал что игра выходила вот это на сименса а и это на самом на старых телефонах вот таких но на вот этот сименс который у меня на него можно эту игру установить но играть будет некомфортно потому что тормозит трехмерный производительность слабоватый в телефоне в этом и некомфортно играть с тормозами дум rpg как ни странно еще сильнее тормозит хотя там графика еще проще чем здесь но игра покруче чем бункер надо тоже наверное снять прохождение по ней я думаю многие играли в детстве в такую игру так все больше что тут нет учебная ну тут не так что много уровней я думаю мы их пройдем быстро но язык понимаю это тир такой типа вот мы тут тип тут типа солдаты учится стрелять это круто конечно так тут свет горит но единственный свет который дает это то что лампочка вот светится и то что типа свет на полу даст рейх по немецки написано господи это не забыл что он тут по моему осталось еще этот и еще два уровня и на этом закончится и очень короткая достаточно версии 2.0 есть еще два уровня прикольных говорят кстати что взломанные версии есть но я вообще не находил ней ни одной просто ни одной что вы ходите туда сюда выходите на бой блин хочу он хочу не умирал то чес где где еще один пойдемте к чему на пожалуй ну высоком не туда пошли я помню нет ошибся и немного ошибся нам туда оказывается надо было оружейная да ну дохни ну ё-моё мы с в этом выпуске я думаю мы только бункер пройдем но мы обязательно и лабораторию пройдем вот и за и крепость 3d тоже пройдем потому что там ого ничего себе крепость 3d там босс босс довольно сложный кстати так просто не убьешь его лаборатория последний уровень прошло всего 14 минут ну почти 15 на сдохни берем аптечки потому что они нам очень нужны ну ну мигающие лампочки а еще кстати непрямые углы вот эти вот непрямые углы вот вы поняли что вот не не прямые углы вольфенштейн их не было там все повороты были строго на 90 градусов углы короче бункер 3d это реально по покруче давайте пулемет возьмем может он может она с ним враги умирают быстрее но надо подходить к ним чуть чуть поближе просто идем убиваем все на своем пути о еще анимированные текстуры лампочки всякие вот эти вот мигают вот эти штуки центрифуги непонятные вращаются вольфенштейне тоже не было не было никаких анимированных текстур еще одно отличие от версии 2.0 версии 2.0 есть отличие то что вместо вот этого солдата версии 2.0 солдат с зеленый с зелеными химикатами будет в этом как его там противогазе будет и химии пуляться у нас будет очень опасно тут изображение гитлера я так понимаю повсюду это же гитлер да ну и тут ядерная бомба чтобы выиграть надо убить одного из них я так понимаю мы просто убиваем вот этого безоружного главнокомандующего какого-то все продолжение следует нам говорят дизайн игры николай лещенко программист алексей сищев гроховский 2006 написано но игра в 2007 по ума вышла история как играть сайт сайт этого уж давно нет вроде бы в общем на этом мы закончим с вами мы прошли эту игру далее у нас идет лаборатория 3d там продолжение идет обязательно ее с вами пройдем но на этом еще раз секс праздником с днем победы с вас лайкос подписаться с меня печальные видосы подписывайтесь на мой стримовский канал а также на группу вконтакте всем пока